В этом видео вы узнаете, как сохранять настройки платформы и как организовать рабочее пространство. За это отвечает функция Layout и Desktop, и именно о них мы поговорим. Сразу отметим, что настройки лимитов и линий сохраняются автоматически после закрытия платформы. Все остальные настройки сохраняются путем сохранения Layout. Все настройки хранятся на наших серверах, и вы имеете доступ к ним с любого устройства. Также Layout сохраняет список окон и их расположения. Например, у вас могут быть отдельные Layout для свинк-торговли, для интернет-торговли и т.д. Layout LastClose позволяет открыть платформу в том виде, в котором она была закрыта в последний раз. Вы можете воспользоваться этой функцией, если вы, например, забыли сохранить Layout в прошлый раз. Но рекомендуем сохранять его вручную. Нажимаем Save Layout, ввозим имя и нажимаем Enter. Есть опция автоматического сохранения Layout при закрытии платформы. Активировать ее можно в меню Setup, Global Settings, Autosave Current Layout. Далее мы можем удалить Layout. Удалить Layout можно только предварительно открыв его. Set Default. Установить Layout по умолчанию. В этом случае платформа будет открываться автоматически с данным Layout. И далее перейдем к десктопам. Desktop – это вид расположения окон на мониторе. Это аналог виртуальных рабочих столов Windows и MacOS. Он является частью Layout. Поэтому, чтобы сохранить десктоп, нужно сохранить Layout. То есть, сначала мы настраиваем и сохраняем десктоп, наше рабочее пространство, а затем пересохраняем Layout. Для чего вообще нужны десктопы? Например, мы хотим на одном мониторе разместить окна для двух инструментов. У нас есть ES, S&P и FSX. Итак, создадим десктопы для этих инструментов. Для этого нам нужно расположить окна с одним инструментом, а все остальные окна – свернуть. Убеждаемся, что все окна, кроме окон с ES, свернуты. И затем располагаем окна на мониторе, так как нам удобно. В данном случае у нас есть по четыре окна для каждого из инструментов. И, разместив окна удобным образом, мы вызываем окно десктопов, горячие клавиши Alt-D. Здесь мы нажимаем New, вводим имя десктопа и нажимаем Enter. И в конце кликаем Apply. Десктоп создан. Затем необходимо свернуть все окна с данным инструментом и развернуть окна со вторым инструментом, с FSX. Также четыре графика. Размещаем окна удобным нам образом. Убеждаемся, что все окна с другим инструментом свернуты. Вызываем окно десктопов, горячие клавиши Alt-D. Кликаем New. Ввозим имя второго десктопа. Подтверждаем. И кликаем Apply. Второй десктоп создан. И после этого обязательно пересохраняем наш лаяут. Layout, Save Layout и Enter. И теперь одним кликом мы можем перемещаться между наборами окон разных инструментов. Сейчас на экране у вас появится алгоритм создания десктопа. А на этом у нас все. Если у вас есть вопросы по настройке рабочих пространств, просим обращаться в нашу техподдержку по контактам в описании. Благодарим за внимание. Удачный торгов!